— Фадме Алимом, добрый вечер. — Вечер добрый. — Спасибо, что пришли. — Спасибо, что пригласили. — Вы знаете, как давно я хотел с вами поговорить. Я говорил вам, наверное, но я хочу это проговорить еще раз, чтобы люди знали, что знакомство с Фадме Алимом у меня было, когда я был... К нам не было 11, и вы были учителем истории в нашей школе. — Было такое. — Я просто хочу объяснить, что вы провели буквально... Вы кого-то заменяли, вы, по-моему, заменяли учителя истории, который... — Я был вечным заменяющим. Я не был в штате, поэтому я был на замене у всех. — Ну вот, вы заменяли, это было, по-моему, три урока. Но вы даже, наверное, не представляете, насколько неизгладимое впечатление вы оставили у людей, и у ребят, и у детей. И, честно слово, я это везде, когда речь заходит о вас, я это везде говорю, и я проношу это впечатление. Объясню, почему. Это был, по-моему, 91-й. — Нет. Это были как раз самые такие мрачные времена Первой Карабахской войны. Это был 92-й, 93-й. — Может, 92-й. Окей. Это была вторая смена, я помню до сих пор. Это было... У нас отключали в школе свет периодически, и заходит молодой совершенно учитель и проводит уроки истории так, что... Во-первых, это был первый человек, который к нам, к детям 6-го, 7-го класса обращался на «вы». — Да, я со всеми своими учениками был на «вы». Я их назвал «господами». — И это для нас было шоком, да, когда ты приходишь... То есть, в Советском Союзе столько развалился, а это совершенно другая школа преподавания. Встал, сделал, написал, нет, двойка, да, молодец, хорошо все. И вдруг приходит человек, который с спокойным голосом, молодой преподаватель, начинает говорить, а вы, пожалуйста, а вы можете встать? А давайте я вам... И рассказывает историю как сказку. И люди, которые не были... Вообще ненавидели историю, влюбляются в предмет, ждут вашего прихода, и буквально три раза вы или три-четыре раза максимум заменили, и после этого... Плюс это было совершенно... Всё менялось, всё рушилось, к сожалению, через негатив, но мы ощущали вот эту вот свободу тогда, и в том числе благодаря вам я почувствовал, что меня кто-то уважает как человек, хотя я ребёнок, мне 11, не знаю, сколько лет, и вдруг мне говорят на «вы», и разваливается Советский Союз, мы обретаем независимость, и ты чувствуешь, что пришло что-то новое веяние, и внутреннее вот это вот ощущение свободы во мне сформировалось, и я приношу эту через всю свою жизнь, в том числе благодаря вам. – Спасибо. – Вы и с вами параллельно туда пришёл, может быть, вы помните, может, нет, Рошад Розакулиев, который был заучем, и это тоже было что-то новое, молодой совершенно, новая веяния, новый парень, тоже зауч, и у него какие-то тоже были новаторские идеи, и вот вы с ним, и ощущалось, что вот что-то меняется. Вот, к сожалению, и вы, и он ушли очень быстро. – Да. – Почему вы ушли? – Вы знаете, это было моё временное такое пристанище в школе, но это был очень важный опыт для меня. – Вам тогда сколько было, наверное, лет 25, 26, 27? – У меня было 24-25. Разница между мной и учениками моего класса, они были чуть старше, у вас было 11 лет. Я вам скажу, я до сих пор не знаю, кто кого учил, то ли я их, то ли они меня. То есть там был такой процесс взаимного обучения, взаимные какой-то притирки, я их называл «мои крокодильчики». Я до сих пор их встречаю, им уже за 40, у них уже дети, у кого-то даже взрослые, но вот эта вот теплота отношений, она сохранилась. А ушёл я потому, что надо было как-то зарабатывать, потому что педагог получал тогда эквивалент 5-6 долларов в месяц. Из школы я ушёл в Интерпол, где проработал почти 14 лет или более, перед своей эмиграцией. Но вот этот вот год в школе, он запомнился мне на всю жизнь. Так что вот все те острые впечатления, которым вы так любезно делитесь, запавшие вам в душу с тех пор, они были абсолютно взаимными. Я глубоко уверен в том, что процесс продуктивного общения, он никогда не бывает односторонним, это не one-way street. И тут отдающий получает, быть может, даже больше. Так что это был абсолютно взаимный процесс. Это были очень тяжёлые времена, это было мрачное время во всех отношениях, в прямом и в переносном смысле, и для страны, и вот это вот шариковское засилие Народного фронта, когда незамесимость на её первых порах, она напоминала какой-то вот в чём-то гнойный перитонит, выплеснувшийся наружу, когда наряду с очень интересными идеями выплеснулось всякое. И разобраться во всём этом потоке было очень сложно, и у меня была какая-то внутренняя потребность уйти в школу, уйти к детям, потому что там была совершенно другая аудитория. А в школу вы откуда пришли? Из университета. Я пришёл, оказался там совершенно случайно, в одной из преподавательств, я тогда уже занимался историей Баку, исследовал историю отдельных зданий, если помните, там была преподаватель физкультуры Юлия Борисовна. Вот в школу я пришёл для того, чтобы познакомиться с ней, потому что её предок был одним из владельцев дома, который меня интересовал. То есть вот мои эти изыски в области истории Баку, поиски наследников, поиски людей, которые могли бы предоставить мне семейную информацию, они привели меня в школу. Это было совершенно случайное появление в школе, и когда я оказался в школе, в какой-то момент я понял, что вот те самые исследования, которыми я начал заниматься, могут найти какое-то применение. То есть это может прозвучать немножко непедагогично, немножко жестоко даже, но я где-то экспериментировал на детях, я обыгрывал на них то, что мне удавалось накопать в ходе моих исследований. И моими первыми подопытными кроликами в экскурсиях были дети. То есть вначале общение строилось в классе, в аудитории. Вы сами знаете, школа расположена так, что из её окон виден вот этот знаменитый рыцарь на Мухтаровском дворце. И меня поразила реакция детей, когда им рассказывали историю не абстрактно, не древнего Рима, не древней Греции, не древнего Египта, уж тем более не России, а историю, которая видна из их окна. И за этой историей, за сооружением были человеческие судьбы, за судьбой она была история эпохи. Вот это у детей произвело эффект того, что в английском языке называется eye-opening experience. Это было и для детей, и для меня совершенно новым, когда история может быть рядом, история может быть за твоим окном, история может быть у порога твоей школы, у порога твоего дома. Понимаете, вот это вот ощущение истории не как чего-то далекого, абстрактного, недосягаемого, а как того, что является частью твоего бытия, вот это воздействовало и на детей, и на меня. И тут не было никакого процесса менторства, не было никакого процесса обучающего и обучаемых. И, конечно, там не шел разговор об оценках, о том, сядь, встань, не так себя веди или выйди из класса и так далее. Этого всего не было. Совершенно новый формат общения и для меня, и для детей он себя оправдал, он сработал. А тяга к истории, понимаем, она вот, я имею в виду к истории зданий Баку, к истории города, она откуда у вас родилась? — Это все началось на первом курсе, когда я поступил на факультет востоковедения. В то время только два факультета университета, журфак и восфак, не находились в здании на Мусабеково, там наверху, где сейчас, Академия наук. Они находились в здании, примыкающем к бывшему нархозу, где раньше располагался университет. И наш факультет занимал крыло бывшей Тагиевской женской школы. И в то время там уже располагался рукописный фонд, и вот какая-то часть, это вот еще как-то терпели восток там. Вскоре нас перевели уже после вот этого нового издания. И вот мой первый курс, да, армия, он прошел вот в крыле Тагиевской женской школы, которая уже не была на балансе рукописного фонда, и помещения не обогревались. Зимой, я помню, мы всю зиму сидели в верхней одежде. Вот, в общем, такие полуликбезовские условия. Но, знаете, у этого здания была такая энергетика, оно дышало историей. И вот в самые холодные зимние дни я чувствовал там себя тепло, я чувствовал себя комфортно. И вот именно в этот момент бакинская архитектура начинает передавать мне какую-то энергетику. А когда я выходил из этого здания, я оказывался вот в районе баксовета, я никогда не жил в центре города, но вот в этот период, когда я погрузился в городской центр, у меня завязалась какая-то очень интересная внутренняя связь, смычка со средой, в которой я находился. Вот эти здания, они мне словно пытались донести какой-то миссаж. Но этот миссаж тогда был табуирован, потому что это еще был Советский Союз, это еще даже, так сказать, доперестроечные времена и так далее. Но вот первый свой посыл, первый интерес к истории через здания, через личности у меня зародился на первом курсе университета. После чего были два года Советской Армии, а когда я вернулся, я вернулся уже в совершенно другое общество, в другую страну. Это уже был кровавый ум от Карабаха, и наш факультет перевели вот в это верхнее здание, которое называлось музыкальным ящиком. И в принципе из всех пяти лет своей университетской учебы реально я учился на первом курсе. А все остальное — это была круговерсия, это уже была учеба по инерции. Но именно вот этот вот первый курс зародила у меня любовь к конкретным зданиям, интерес к конкретной архитектуре, за которой стоят личности. И вот по мере того, как мне удавалось раскапывать истории тех или иных сооружений, за зданием вставал облик владельца, а в истории владельца раскрывалась история города. То есть получался вот этот вот эффект моря в капле воды. То есть от локального к чему-то большему. И вот это впоследствии выльется в такие исследования, результатом которых стал мой приход в школу. И вот попытка донести этот массаж до юношеской аудитории. Вот моей первой аудиторией были дети. Моими первыми, так сказать, экскурсантами были дети. Правда, я не мучал их так, как сейчас. Я их водил просто по одной улице, которую они знали, которые они проходили каждый день. Но на этой улице я рассказывал о тех домах, которые я знал. И это все оживало. Когда дети вашего, может быть, немножко старшего возраста, говорили мне, вот Влад Гусенич, а мы же тут ходим, а мы это видим, а мы на это не обращали внимания, а мы это не видели. Знаете, вот для меня это был момент колоссального наслаждения. То есть, это было такое внутреннее удовлетворение от того, что то зерно, которое ты ронял, давало очень интересные всходы. Но это продлилось недолго. И, может быть, в этом есть какая-то своя закономерность. Я не успел надоесть этим. Из школы в Интерпол, где вы поработали 14 лет, да? Да. А потом эмиграция? Потом эмиграция. Почему? Почему эмиграция? В тот период я в какой-то момент ощутил, что вот среда, которая меня всю жизнь питала, подверглась очень сильной эрозии. Мне казалось, что этот процесс будет необратимым. Это середина нулевых, да? Это 2007 год. Но идея зародилась в середине нулевых, да, потому что этому всему предшествовала подготовительная работа и так далее. В какой-то момент вот этот вот дикий запад бакинской архитектуры, вот этот вот конец 90-х, начало нулевых, когда пошли эти шальные деньги, вот, и они стали так вот грубо, бесцеремонно, беспардонно менять облик города. У меня сложилось впечатление, что вот город, созданный нефтяным бумом сто лет назад, вымывается нефтяным бумом сейчас. У меня было ощущение того, что этот процесс будет необратимым. Но это, в принципе, был такой переходный период, который, к счастью, закончился. Он прошел, он отошел. Именно вот это неприятие тех изменений того периода привело к тому, что я решил эмигрировать и оказался в совершенно чужой себе среде, вот, в среде, в которой я так и не врос. Понимаете, вот, да, по прошествии 16 лет с моей эмиграцией, да, гражданин Канады. Вот, ну, и я вам должен сказать, что я такой очень гордый канадец, proud Canadian. Когда я приезжаю в Лондон, в Париж, в Женеву, в Вену, в Берлин, и, как говорил Маяковский, достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза этот канадский паспорт и бросаю пограничник. Мэй, у меня, you're welcome. Это ощущение канадца за пределами Канады. Вот тут есть элемент гордости. Но когда я с этим паспортом приезжаю в аэропорт Пирсон, Торонто, я сам чужой человек. Абсолютно. То есть, вот за 16 лет моего пребывания в Канаде, я настолько же чужд этому социуму, этой стране, этой культуре, этому обществу, как я был чуждей, когда я туда приехал. Почему тогда Канада? Почему вы уехали в Канаду? Ну, туда легче попасть. И дело тут, вы знаете, легче всего обвинить во всем Канаду или кого-то еще. Нет, проблема не в Канаде. Канада, может быть, в принципе, очень неплохое государство. И в последние годы я даже нахожу некий фан от моего там пребывания, потому что я нашел волну. То есть, я еду туда отдыхать. Вот. И для отдыха на пару месяцев вот это замечательное место. Вот туда приезжаешь, и ты отключаешь все бортовые системы корабля. Ты просто вот тупо отдыхаешь. В каком городе вы живете? В Торонто. Вот. Но это большой город, шумный. Это, он не столько шумный. Знаете, вот у меня за 16 лет пребывания в Канаде нет ни одного канадского друга. У меня великолепный круг общения в Торонто. Прекрасный. Ну, это на 90% азербайджанца, на 95% бакинца и на 100% бывший Саук. То есть, у меня нет ни одного друга канадца. Это важно, чтобы ощущать себя канадцем? Вы знаете, для Торонто это абсолютно неважно. Абсолютно. Потому что вообще Канада, как эмигрантская страна, она отличается, например, от тех же Штатов. Потому что у Штатов другая философия эмиграции. Там melting pot. Там плавильный котел. Вот ты попал туда, ты должен стать американцем. Это у меня есть своя логика. Если тебе дороже та культура, тот образ жизни, из которого ты приехал, то оставайся там. Если ты выбрал эту культуру, то, прости, в чужой монастырь своим уставом не войдешь. Вот у Канады этого нет. У Канады очень такое, знаете, индифферентное отношение к эмигрантам первой волны, потому что она на них не строит никакого расчета. Когда я езжал в Канаду, мой покойный на ней отец сказал мне, что ты вот едешь в Канаду, а Канаде нужен не ты, Канаде нужен твой сын. Это в прошествии стольких лет я это понял. Когда мой сын вырос и стал продуктом канадского общества, хорошо ли это или плохо, это другой вопрос. Я тут не даю никаких оценочных суждений, но он стал продуктом этого общества. Я понял, что расчет Канады был на него. На меня расчета не было. Там, знаете, есть такая пословие, старую собаку не научишь новым трюкам. Ее can't train old dog, no tricks. Если ты этого не можешь делать, не заморачивайся. То есть с первым поколением Канада не работает. Она дает ему возможность существовать в автономном режиме. Поэтому ситуация, которая сложилась у меня, она у большинства эмигрантов первого поколения. Они варятся в собственном соку. И Канаду это вполне устраивает. Абсолютно. То есть там концепция не плавильного котла, а там концепция multiculturalism. То есть то, что они называют multiculturalism. Ну, ощущение, что вы из-за этого как-то страдаете. Ну, с этим уже громко слов. Нет, у меня прекрасный круг общения. И то, что у меня нет друзей канадцев, это не проблема Канады. Это проблема того, что я себя не вижу в том обществе. Я не... Почему, кстати, вы не видите себя в том обществе? Чем это общество вам не нравится? Или оно у нас... Чем оно так отличается от... Что вы не смогли под него послужиться? Я испытал глубокое разочарование вообще самой концепции либеральной демократии. То есть это уже не демократия. Я ее называю LGBT-кратия. LGBTocracy. Вот эта либеральная демократия, она либерастическая. Настолько там все вот так? Дело не в этом. Дело не в этом. Боже упаси, я не хочу, чтобы меня поняли неправильно. Я не имею ничего против сексуальных меньшинств. Абсолютно. Я не могу осуждать человека за то, с чем он родился. Понимаете? Это не заслуга, это не вина. Это физиология, в конце концов. Кто-то считает это оклонением, кто-то может это считать какой-то патологией. Но в целом для меня это... У кого-то голубые глаза, у кого-то серые глаза, у кого-то там смуглая кожа, у кого-то... Это совершенно нормально. То есть осуждать человека за то, с чем он или она родились, это неправильно. Это неразумно. Но в той же степени, в какой я не приемлю отрицательного отношения к этой группе населения, я не могу понять концепцию гордости. Я не могу гордиться тем, с чем я родился. Как нельзя человека осуждать за то, с чем он родился, так нельзя гордиться тем, с чем ты родился. Понимаете, вот нам это желание создать максимально комфортную среду для абсолютно всех, повернуться ко всем лицом, приводит к тому, что концепция демократии, как власти большинства, постепенно начинает перерождаться и деградировать во власть меньшинств, причем меньшинств маргинализированных, меньшинств с глубоко сидящим комплексом неполноценности. И складывается совершенно неправильная иерархия ценностей, в которой здоровые, репродуктивные люди, правильная ориентация оказываются на самой низкой ступени социальной иерархии. – Это прям чувствуют они? – Абсолютно. – Абсолютно. – В чем это проявляется? – В тех приоритетах, которые… Я понимаю, когда приоритетом становятся дети, я понимаю, когда приоритетом становятся старики, я понимаю, когда делаются приоритеты для каких-то, скажем, уязвимых групп населения и так далее, но основу любого общества составляют репродуктивные женщины и мужчины, которые выполняют свою исторически сложившуюся миссию, и кто-то может счесть это чем-то устаревшим, но, вы понимаете, вот восточные общества, из которых идет постоянный отток населения в ту же Канаду, это единственный приток свежей и здоровой крови, который поддерживает это общество на плаву. Они уезжают из тех обществ, в большинстве таких экономических причин, и там может быть масса недостатков, включая наше общество, но они приезжают из общества, где мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина. Соответственно, дети – это дети. И строится какая-то иерархия, и у каждого члена общества какая-то своя функция. Когда же эти функции совершенно размыты, то получается совершенно дезориентированная картина общества. Причем всё начинается с женщины? Всё начинается с женщины. Там, где женщины перестают быть женщиной, у мужчины отпадает стимул быть мужчиной. А там, где не выстраиваются взаимоотношения полов, дети оказываются в совершенно дезориентированной ситуации. Понимаете, в общем, я абсолютно не против равенства мужчины и женщины. Где-то, в общем, может быть, женщины должны иметь чуть большее право, чем мужчины, но есть понятие равный, есть понятие одинаковый. Equal и same — это разные вещи. И вот женщины в своем желании стать равными с мужчинами, они стали одинаковыми. Ну и что? Они перестали быть женщинами. Знаете, у меня сложилась такая интересная, такая собственная теория, что чем благополучнее общество, тем менее интересна женщина. Как ни странно, такая корреляция. Тем менее интересно женщинам быть женщинами. Нет, чем менее, чем более благополучно общество, тем менее интересно в этом обществе женщинам. Чтобы, я понял, тем менее... Чем менее благополучно общество... Им жить, им менее интересно. Нет, Никита, я говорю... Им оставаться женщинами менее интересно. Нет, я говорю о них как об объекте нашего восприятия. моего восприятия. То есть, вот я приезжаю в Канаду, я перестаю чувствовать себя мужчиной. Я чувствую себя каким-то бесполным существом. Не потому, что вокруг меня нет женщин. Нет, они есть. Но это существа женского пола. Это не женщины. Это существа женского пола. Их стремление к феминизму их полностью дефеминизировало. Понимаете, вот это вот желание... В чем это проявляется? Вот вы приезжаете, в чем вы это проявляете в том же аэропорту, в дороге? Например... Знаете, это на уровне подкорки. Я понял. Ну, какой-нибудь пример восприятия. Она идет и ведет себя грубо. Она разговаривает как мужчина. Нет, она не ведет себя грубо. Разговаривает как мужчина. Она унижает мужа. Нет, нет, нет. Она может быть даже не уродлива. Она может быть гигиенична. Но она не ухожена. Она не леди. Она не ханум. От нее не исходит той ауры, которая заставляет меня чувствовать. Я не говорю, что должен бегать за каждую юбку. Абсолютно. Я уже не в том возрасте. Мне стыдно. Я не смотрю на женщин. Вот я не оглядываюсь на женщин. В моем возрасте это уже некрасиво. 99% нужны мне информации. Я получаю, глядя женщине в глаза. На 99%. Я вышел из того возраста, когда женские бедра могут сказать мне больше, чем женские глаза. Поэтому оглядываться я на них не оглядываюсь. Я смотрю в глаза, там, из них женщин. И я вижу существ женского пола. Я не получаю тех каких-то едва уловимых сигналов того, что передо мной женщина. Я не говорю, что все наши женщины красавицы. Нет. Абсолютно. Как в любом обществе. Но я выхожу здесь, на улицу, и я чувствую женский взгляд. Я чувствую ханум. Я чувствую женщин, в которых не умерло женское начало. И когда каждая пятая с тобой здоровается, а каждая седьмая тебе улыбается, а каждая десятая говорит, что рада тебя видеть, то это создает определенный драйв. Это создает ощущение твоей востребованности в этом социуме. Мы идем туда? Куда? Вот. К тому, о чем... Что вам не нравится в Канаде? Как вы считаете? Не думаю. И не думаю, что нам надо в этом направлении двигаться. Нет, надо нет. Но мы идем, вот ваше наблюдение. Кажется, когда вы приезжаете сюда. Вы чувствуете? Нет. Я не чувствую, что мы движемся в том направлении. Понимаете, да, наше общество, может быть, должно быть реформировано в значительной степени, и оно должно пройти какие-то этапы изменений и так далее. Но я абсолютно не считаю, что нам надо двигаться именно в том направлении. Вот. И... Я считаю, что у нас должен, наконец, наступить тот период, когда мы не должны на кого-то смотреть с тем, чтобы что-то перенять у них. Это была болезнь первых лет независимости, когда мы искали себя. Нет. Я думаю, что по прошествии 30 лет нам пора как-то вернуться к себе и посмотреть на себя. И, вы знаете, у меня в последние годы у меня появилось ощущение гордости того, что я принадлежу к этому обществу. И, вы знаете, во многом это стало возможным благодаря событиям трех последних лет. Вот мы с вами, казалось бы, начали говорить на посторонние темы, но так или иначе меня опять вводит на события последние. Мы сейчас к этому придем. Сейчас вы, Фанмай, живете, по сути, на две страны. Да, полгода там, полгода здесь или как это? Нет, далеко не полгода. Большую часть года я провожу здесь. И с обставлением Баку и Торонто... Раньше мне было сложно. Почему? Ну, что я пытался противопоставить эти системы. А здесь так, а там так, а тут там... Потом я понял, что это непродуктивно, потому что до тех пор, пока ты противопоставляешь, ты создаешь конфликтную ситуацию. Вот здесь лучше, там хуже, а там лучше, а здесь хуже. Нет. В какой-то момент я понял, что не нужно противопоставлять ту систему этой. Нужно постараться их дополнить. Вот в момент, когда я перестал их противопоставлять, я вдруг увидел, что очень многое из того, что и здесь, не там. Но есть какие-то очень интересные элементы, моменты, которые есть там, но которых пока нет здесь. И вот в момент, когда я перестал противопоставлять Азербайджан, Канаде, Баку, Торонто, я вдруг увидел, что две эти системы могут быть вполне взаимодополняющие. Внутри вас? Да. И у меня нет конфликта с самим собой. И вы обрели гармонию? Я не могу сказать, что я обрел гармонию, но мне стало как-то спокойнее. И да, я больше провожу времени здесь. А после переехать не было такого желания или мыслей? Нет? Нет, нет. В принципе, мне нужно было удариться немножко головой об канадские реалии, чтобы согласиться с русской послойцей, на которой я всегда смеялся. Но которая, как выяснилось, имеет определенную логику. Где родился, там изгодился. Вы все-таки думаете это так? Абсолютно. Абсолютно. На моем примере я в этом убедился. Надо жить в том обществе, в котором ты себя реализуешь. Но это может быть у вас так? Абсолютно индивидуально. Я никому не навязываю. Нет, абсолютно. У сотен людей может сложиться все по-разному. У меня это выглядит так. Понимаете? И если проводить такие музыкальные аналогии, то Торонто, это вообще Канада. Это, знаете, такой концерт камерной музыки, исполняемой такими старыми, но вышедшими на пенсию музыкантами, где все в ноту, где все в терцию, где все четко, грамотно. Но скучно. Без души. Может быть, и есть, но она не чувствуется. А Баку – это джаз, это свинг, где каждый играет свою партию, где-то есть гармония, где-то ее нет, а где-то полная какафония, где все поставлено с ног на голову, но есть движение, есть динамика. И вот когда я погражаюсь в эту среду, да, я чувствую себя как бы частью этой динамичной среды, но с годами она начинает утомлять. Здесь приходится бегать, здесь приходится работать. Да, я получаю от этого удовольствия, но в какой-то момент я чувствую усталость. И в этот момент мне надо взять тайм-аут. И вот тут я сажусь на самолет и лечу в Канаду. Причем не на неделю, а на две, я лечу на пару месяцев. Только отдыхать, вы не работаете там. Да, абсолютно. Знаете, русскоговорящая община Канаду называют трудовым лагерем с усиленным питанием. Трудовой лагерь с усиленным питанием. Вот для меня это зона отдыха с умеренно разумным питанием, потому что питание там генетически модифицированное. Но это хорошо, мне надо иногда бывает сбросить. Я сажусь на велосипеде, летом это гребля, зимой это каток, плавание. То есть я нагружаю свое тело, но у меня абсолютно отдыхает мозг. И может быть вот эта вот бесполость канадского общества в моем сугубо личном, может быть, неправильном восприятии, она дает мне отдых. Ну, по прошествии месяца-двух я устаю от этого отдыха, и мне хочется опять окунуться в этот джаз и свинг. И тогда я приезжаю сюда. И у меня получается ситуация, как у того еврея в анекдоте, который то тут, то там. Когда они спрашивают, слушай, вот тут, то тут, то здесь. А где тебе лучше? Он говорит, в дороге. То есть вот пока я с удовольствием сажусь в самолет, вне зависимости от направления его движения, будь то Баку-Торонто или Торонто-Баку, вот пока я сажусь в самолет с удовольствием, это значит, что у меня не исчерпан какой-то внутренний ресурс. То есть я еще иду по той орбите, которой я себя реализую. И поэтому две эти системы стали друг друга дополнять. Вообще гораздо лучше не противопоставлять, а дополнять. Не juxtapose, but complement. И когда вы действуете по принципу комплементарности, то увидите, что вы находите то, что вам нужно, но в разных средах. Эти среды перестают конфликтовать друг с другом. Фан Мам, вы в этот свой приезд, сколько дней назад приехали? Я приехал 17-го числа, то есть прошлое воскресенье. И вот оказался как будто с корабля на бал. Но локальные антитеррористические меры вы застали уже здесь или в Канаде? Да, в Канаде, честно говоря, и не только я, но очень многие мои знакомые пережили довольно волнительные моменты в связи с этими вот играми в софтбезе. Когда нас пытались обвинить в блокаде и так далее. Я видел, насколько люди, находящиеся физически вдали от Азербайджана, тут круг моего общения, насколько они переживали. И вот у нас все это выработало какое-то чувство спайки. То есть да, нас пытаются сделать крайними, нас пытаются обвинить в чем-то. Но, если мы согнемся, все, сгибаться нельзя. Сгибаться нельзя, потому что, в принципе, позиция Азербайджана, она же в рамках международного права. И до тех пор, пока мы эти рамки не переступили, надо стоять на своем. Вообще, когда меня спрашивают о Карабахском конфликте, что это такое? Вот конфликт между азербайджанцами, армянами, все это. Вы знаете, можно очень долго говорить о том, что это застарелый конфликт, что у него там более чем столетняя история, что это все инспирируется империями и так далее. То есть масса привносных факторов, если они будут верны. Можно этому конфликту придать этнический характер. Кто-то пытается спекулятивно придать ему религиозный характер, что совершенно не соответствует действительности. Этническим он стал впоследствии по мере того, как он не был вовремя купирован. Но если говорить по сути, то тут не надо мудрствовать лукаво. Это конфликт двух принципов. Двух принципов. Одним из которых является сила права, а другим является право силы. То, что в английском языке называется right is might или might is right. И вот нерешенность этого конфликта состояла в том, что у одной стороны было одно право, у другой было другое. То есть все эти 30 лет мы ратовали за силу права. Силу международного права, по которому признанные границы международные не должны меняться и так далее. Должен соблюдаться суверенитет внутри международных признанных границ. Но реализовать это право мы не могли. Почему? Потому что на другой стороне было право силы. Сила, как выясним, не своей. Вот в тот момент, когда мы смогли объединить изначальную силу права с правом силы, вот тогда это перевернуло всю ситуацию. Это резко изменило весь статус КВО. Потому что любое право становится правом, когда оно обретает силу. Право должно быть с кулаками. Право без кулаков – это декларация. Понимаете? Но если делать упорно только лишь кулаки без права, это уже беспредел. Понимаете? Вот если нам удастся удержать этот баланс, сочетание силы права с правом силы, все. И мы это сейчас демонстрируем. Это как нельзя лучше. Звучит во всех высказываниях президента, что никто не может говорить с Азербайджаном в повелительном тоне. Не потому, что мы такие крутые. Нет. Не потому, что мы сверхдержавы. Нет. А потому, что на нашей стороне сила права. И эту силу права мы сейчас можем подтвердить правом силы. Но именно соразмерно с силой права. В момент, когда право силы начнет превалировать над силой права, тогда все перевернется. В Канаде за нашим конфликтом, за нашим регионом вообще следят как-то в прессе? Вы наверняка смотрите телевизор. Я не смотрю телевизор. Нет, ну, вы читаете новости в Канаде. Новости читаю наши. В их новостях это проходит очень так. Это не является литмотивной темой. Хотя, да, периодически проскакивает. Вы все понимаете, какого плана информация проскакивает. Вот я об этом хотел сказать. Когда она проскакивает, она не бывает нейтральной. Знаете, сейчас уже складывается такое азербайджанское землячество. То есть, такой NAC National Azerbaijani Congress, где в основном молодые канадцы азербайджанского происхождения, которые не утратили связи с исторической родиной, но уже говорят с канадцами на их языке. И вот они пытаются как-то что-то этому противопоставить. Сколько наших там? Я не считал. Ну, как вы считаете? Понимаете, дело не в количестве. Я знаю, мне просто интересно в количестве. Я не располагаю такой информацией. Не могу сказать, что мало. Проблема была не в количестве. Проблема была, что иммигранты моего поколения, они не так организованы. И они не так интегрированы в это общество. Вот сейчас грядет новое поколение, которое уже, не потеряв связи с Азербайджаном, имеют определенные рычаги взаимодействия с канадским обществом. Да, у нас еще нет таких диаспорных традиций, как это есть у наших соседей. Вы знаете, тут опять-таки, вы спрашиваете меня о количестве азербайджанского канадиста, я вам не могу что-либо сказать. Но если говорить о вот этой диаспорной жизни, то Армяне это единственная нация, где порядка 80% ее представителей живут за пределами своего территориального образования. То есть вот, если в мире от 10 до 12 миллионов армян насчитывается, в Армении их 2 миллиона. То есть от 8 до 10 миллионов армян живут за пределами Армении. 8-10 миллионов — это население Азербайджана. Знаете, это, как правило, люди с определенным состоянием, возможностями, влиянием, которые они всячески используют. Но для меня опыт событий последних трех лет показал еще одну очень важную деталь. Никакая диаспора, никакое лобби не может заменить государство. Понимаете? Вот как армянская диаспора не смогла создать армянскую государственность, вот так же у нас наличие государственности помогает нам преодолевать все эти диаспорные, так сказать, попытки сделать... Поэтому раньше меня эта диаспора пугала. То есть я чувствовал себя где-то каким-то... Вот сейчас, когда я почувствовал, что у Азербайджана есть государство с концепцией, с видением и с уверенностью в своей правоте, совершенно обоснованной. Вот тут я понял, что никакая диаспора государству противостоять не может. И заменить его тоже не может. Что такое армянская диаспора в Штатах, мы так или иначе знаем. В Канаде она такая же влиятельная, такая же сильная, такая же многочисленная. Не настолько, она не такая многочисленная. Но она дает о себе знать. Хотя, вы знаете, я там как-то далек от всех этих дел. Но вот таких диаспор, как, я не знаю, в Калифорнии, как в определенных регионах Массачусетса нет. Есть, да, безусловно, есть. И где-то они как-то пытаются дать о себе знать. Но в последнее время я как-то стал к этому относиться очень спокойно. По принципу собака лает, ветер дует. Собака лает, караван идет. Вас можно назвать активным членом Азербайджанской диаспоры? Нет, я вообще в Канаде абсолютно не активен. В общественном отношении. И я не чувствую себя членом диаспоры. Да, я какую-то часть своей жизни провожу там, за рубежом. Но у меня там день начинается с Хакенас, с Даяза. А после этого я читаю Арменин Репорт. То есть мне надо иметь как бы... То есть мне в зависимости от географии моего пребывания, я чувствую себя частью этого социума. Потому что это единственное место, где я себя реализую. Я не патриот абсолютно. Нет. Я шкурник. Я индивидуалист до мозга костей. Для меня приоритет моих интересов превыше всего. Но у меня шкурный, экзистенциальный, как говорят наши соседи, интерес в укреплении, развитии и упрочении азербайджанской государственности при нынешнем ее руководстве, в обозримом будущем. Потому что именно эта государственность дает мне возможность реализовать самого себя. Это не патриотизм? Нет. Нет, абсолютно. Это не какие-то высокие фразы. Какой-то английский ученый сказал. Нет, реальный патриотизм. Патриотизм это... Вообще патриотизм, патриотическая риторика, это последнее прибежище ни на что негодных негодяев. То есть, когда человек ни на что негоден, он пытается создать себе имидж этой патриотической риторикой. Я не патриот. Но у меня абсолютно шкурный интерес в укреплении азербайджанской государственности. Потому что я этим живу. Не как чиновник, который что-то имеет. А я живу той средой, которая создала это государство. И в этой среде я имею возможность, живя здесь и работая здесь, оплачивать свою ипотеку в Канаде. Понимаете, и сила любого государства не в патриотичности. То, о чем вы говорите, это пассионарность. Которая очень быстро вспыхивает, очень быстро гасится. Это из Алшан, это из Янар. Так вот, сила любого государства в том, чтобы у него было как можно больше граждан, для которых развитие этого государства представляло бы шкурный интерес. Экзистенциальный интерес. Потому что ближе шкуры ничего нет. Когда твоя шкура зависит от твоей государственности, вот тогда у тебя и жизненный интерес этой государственности помогает. Может, это и есть правильный патриотизм? Я не хочу называть это какими-то высокими словами. У меня самый, что ни на есть, личный, корыстный, если хотите, интерес в укреплении этой государственности в ее нынешнем виде. Вы скажете, она идеальна? Нет. Она далеко не идеальна, как и любая государственность. Но в ней гораздо больше логики, чем вот в этом либерастическом канадском обществе. Потому что в этом, в общем, мужчина остается мужчиной, женщина остается женщиной, а дети остаются детьми. То есть, здесь еще не нарушена эта полурелевая иерархия. Иерархия. 16 лет в Канаде. Вы знаете, как никто лучше, ну, по крайней мере, точно лучше нас всех. И, возможно, сможете ответить на вопрос. 30 лет независимости. Что мы все-таки сделали не так, или, может быть, сделали недостаточно хорошо, чтобы наша диаспора за рубежом чуть-чуть хотя бы приблизилась по своей силе и влиятельности к армянской диаспоре. Чего нам не хватает? Чего мы не сделали? А я не считаю, что у нас должна быть диаспора, как у армян. Понимаешь, армянская диаспора является тем, чем она является, в силу того, что она в 3-4 раза численно превышает численность самого армянского населения. Вы хотите, чтобы большая часть азербайджанцев проживала за пределами Азербайджана? Я хочу, чтобы мы имели какое-то влияние такое же в тех странах, где мы проживаем. У армянской диаспоры есть одна идея, которая объединяет ее, нанизывая ее, как куски Киабаба на шомпол. Это идея битости. Ничто не объединяет людей так, как вот эта мазохистическая идея битости, того, что они называют словом геноцид. Совершенно неверно используя этот термин и так далее, я бы очень не хотел, чтобы у нас была такая большая, такая обширная, пусть бы даже такая, влиятельная диаспора, но построенная по принципу вот этой вот воспаленной, больной исторической памяти. Но я не об этом. Я именно исключительно о том, что построить, неважно построить на чем, построить так, чтобы иметь возможность влиять. А на чем вы построите диаспору? Ну, это... На чем строится диаспора? Диаспора строится на какой-то концепции, на какой-то идее. Но это необязательно, чтобы было вымешено на идее. Наиболее сильные диаспоры складываются именно в тех обществах, у которых есть проблемы со своей государственностью. Вот, например, концепцию мультикультурализма в той же Канаде первыми подняли украинцы. Украинцы и эстонцы. Это произошло после того, как началось вот это сепаратистское движение в Квебеке, когда они стали говорить об отделении, масла в огонь подливал тот же Деголь, который называл Квебекцев и в этот период, да, Канаде удалось в какой-то момент сохранить себя как государству, благодаря тогдашнему премьеру Трюду, полная противоположность его нынешнему последователю. На детях явно природа отдохнула. Но дело не в этом. Дело в том, что, когда началось это движение, две общины заявили очень конкретно, что, простите, о чем говорят французы? У них он есть свое государство, вполне развитый и так далее. А вот наше государство находится... Оно захвачено. Это были украинцы и эстонцы. Оно находится в составе Советского Союза. Если Канадское государство и должно помогать каким-то диаспорам, оно должно помогать тем диаспорам, чья государственность сейчас не реализуется. То есть сам фактор диаспор больших в основе своей имеет нереализованность государственности. Азербайджанская государственность. За 30 лет, вы спросили, самое главное. Еврейская диаспора с вами поспорит. А-а-а, нет. Нет. Еврейская диаспора – это, пожалуй, единственный случай, где мощность диаспоры не перекрывает и не, так сказать, бросает в тень наличие государственности. Вот это единственный этнос, у которого есть мощное государство и мощная диаспора. Вот так же сделать, как они. У нас нет той предыстории гонимости. Евреи были гонимы. Она обязательно для того, чтобы была сильная диаспора? В принципе, да. Потому что одним из факторов, усиливающих диаспор, является этот элемент гонимости. Потому что вот этот висящий дамоклов меч, того, что ты где-то преследуешься, он объединяет людей. К сожалению, люди объединяются страхом, больной исторической памятью, какими-то трагическими, зачастую вымышленными, мифологизированными, но какими-то тяжелыми. Нам это не нужно. Понимаете, я считаю, что мы должны работать не столько над развитием своей диаспоры. Нет, она должна быть. Но никакая диаспора не может заменить государство. И спросили, чего мы достигли за эти 30 лет. Опять-таки, я не политик, я не историк, я не культуролог, я не политолог. Но знаете, по прошествии 30 лет, я могу сказать одно. Азербайджанская государственность состоялась. Нет, я когда говорил про 30 лет, я про диаспору говорил. Что мы сделали не так в рамках диаспоры? Что не смогли создать такую сплоченную, сильную, влиятельную диаспорскую организацию, хотя бы немножко похожую на еврейскую или Афганскую. Я не думаю, что мы в этом... Нет. У нас нет той истории битости, к счастью. У нас нет тех реваншистских идей. У нас нет этой длительной традиции многостональности. Я не называю это многострадальностью. И это не нужно. Потому что это начато-начало, по сути, мазохическое. Но означает ли это, что у нас никогда не будет сильной диаспоры? Учитывая, что у нас нет битостей и всего того, что вы перечислили. Мы никогда не будем иметь сильную диаспору в России, там, где нас много, в Турции, там, где нас много, в Канаде, в Штатах, в Великобритании. Вы знаете, диаспора должна представлять собой, вместе с государством, некие сообщающиеся сосуды. У нас должна быть диаспора, но она не должна строиться по принципу армянской диаспоры. По принципу имиджа врага, по принципу постоянных кампаний, каких-то фобских. Нет. Мы должны совершенно по-другому строить. Сейчас вся наша диаспорная деятельность, хотим мы того или нет, она строится как ответная реакция на действия армянской диаспоры. А поскольку мы отвечаем, мы не задаем тон. Все правильно. Мы ведомы в этом. Я не считаю, что мы должны пытаться соперничать с армянской диаспорой. Мы пошли другим путем. Мы создали государство. Да, оно может быть не европейским. Да, оно может быть не совсем европейским, и не совсем либерально-демократическим. И я абсолютно не хочу, чтобы оно было таким либерастично-демократичным. Нет. Я считаю, что это государство, имеющее четкую вертикаль власти. Это абсолютно соответствует нашему менталитету. Более того, эти 30 лет никак нельзя назвать мирным периодом. А раз мы не живем в мире, то нам нужна эта четкая вертикаль власти. И как мы видим в опыте последних трех лет, государство с четко выстроенной вертикалью власти окажется гораздо более способным на решение серьезнейших проблем. И то, что казалось нам недостижимым года три назад, сегодня стало реальностью. И то, что мы пережили несколько дней тому назад, я думал, что это такое? Я нашел этому только одно объяснение. Мы пережили 45-й день 44-дневной войны. Понимаете, вот если 44-дневная война, тогда я пытаюсь провести такие медицинские аналогии, потому что вот у многих политологов, у того же Владимира Корчака и так далее, когда они хотят говорить о чем-то аксиоматичном, они говорят, это медицинский факт. То есть вот неоспоримо то, что приемлемо даже в такой скользкой среде, стезе, как политология. Так вот, если 44-дневная война напоминала химиотерапию, когда мы просто купировали раковую опухоль, потому что если бы мы этого не сделали, она бы дала метастазу. Основная химиотерапия произошла в ходе 44-дневной войны. Но от этой войны остался один гнойный нарыв. И вот 45-й день 44-й, 44-дневной войны стал днем, когда мы этот нарыв вскрыли. И тут опять хирургический закон. Где гной, там удаление. Убипус и Виэвакуа. То есть там, где есть гной, там есть надрез, этот гной удаляется. Вот мы сделали этот надрез. Вот то, что мы называем локальной контртеррористической операцией, это была хирургическая операция. Это был хирургический скальпель, который вскрыл гной. Гной удалится. Да, вместе с гноем выйдет кровь. К сожалению, есть жертвы. Есть жертвы. Азербайджанская сторона отправила всем армянам, СМС, с предупреждением отдалиться от военных объектов. И знаете, вот один из уважаемых новополитологов, Гелла Васадзе, он в этом осмотрел израильский сценарий. Потому что у Израиля колоссальный опыт вот этих антитеррористических операций. Когда, во-первых, отправляются сообщения мирному населению, устраиваются вот эти вот гуманитарные коридоры. Это великолепно. Это великолепно. Я всегда говорил, серьезные люди дружат с евреями. Серьезные государства дружат с Израилем. И в этом плане Азербайджан абсолютно этому садит. Потому что и у евреев, как у людей, и у Израиля, как у государства, можно чему-то научиться. Вот этот опыт израильтян, да, я очень горд тем, что мы сотрудничаем с Израилем. И не только дело в технологиях и так далее. Мы начинаем использовать, причем не слепо, а применить на к своей среде тот опыт, который был Израилем наработан. Я очень рад тому, что эту операцию провели четко. Но больше всего я скорблю по нашим шахидам. Аллаху, мир рахмат и рассын. Я не знаю, сколько людей погибло в ходе последнего 45-го дня 44-гневной войны. Но я очень хочу, чтобы это были последние шахиды. Очень хочу. И я не хочу, чтобы были жертвы на той стороне. И вот этот один день, вот у Анары есть произведение, шестой этаж, пятиэтажного дома. Вот этот вот 45-й день 44-гневной войны, он очень многие вещи раскрыл. Во-первых, он показал реальную суть миротворства. Их не надо ругать. Я не знаю, ваше поколение помнит или нет, а вот в моем поколении был такой известный дуэт. Штабь селей Тарапунька. Этим высокий, другой маленький. И такой был немножко сермяжненький советский юмор. Вот там у них была такая интермедиа, что вот на улице идет драка, а милиционер ничего не делает. И когда мне говорят, слушайте, вы же должны как-то следить за ситуацией. Он говорит, меня поставили следить за порядком, а не за беспорядком. То есть беспорядок – это не мое дело. Вот это функция миротворца. Понимаете? Реально, никакого мандата, они ничего реальности не могли сделать. И вот после того, как я увидел их реальную роль, я понял, что они по определению разрушить армян и не могли. Хотели или нет – это другой вопрос. Они этого сделать не могли. Понимаете? И вот в нынешней ситуации можно сказать, а вообще тогда зачем они нужны? А мне очень жаль, что там был какой-то… Я не понимаю до сих пор обстоятельства, при которых погибли эти восемь человек. И когда совершается преступление, еще кому это выгодно? Нам это было абсолютно невыгодно. Но это война, и там бывает всякое. И реакция была очень такая адекватная. Вот я думаю, что это не будет иметь далеко идущих политических последствий, хотя это далекое от политики, от военного дела и так далее. Но в сложившейся ситуации, вскрытого гнойника, удаленного гноя и все еще текущей крови, вот эти миротворцы, они выполняют роль хирургического шва. И вот если этот гнойник удастся правильно вскрыть и вовремя обработать, вот этот шов, он впоследствии просто сам по себе отпадает. Поэтому мы не торопимся их убрать. Вот все эти требования, их изгнать, они не нужны. Они пока выполняют роль хирургического шва. Но говорю про, что это роль их может не устраивать, и что они будут заинтересованы остаться там, и что они будут заинтересованы в том, чтобы эта рана никогда не зарастала, чтобы в них была потребность. Но сие от них уже до конца не зависит. Понимаете, это все зависит от грамотно поставленной. Пока что, да, это идет все по плану. Гной удаляется. А что останется с теми армянами, которые останутся? Вот тут уже надо подумать сейчас. И тут опять медицинские аналоги подходят полностью. Какая-то часть вытечет с крови, то есть какое-то население уйдет. А какое-то станет частью ткани. Вот это называется реинтеграцией. Какая часть уйдет, какая часть останется, я сейчас говорить не могу. Но я не исключаю того, что значительная часть может выехать, что вполне реально в нынешней ситуации. И вот тут нас ожидают очень большие, так сказать, подвухи. То есть нас могут обвинять в медицинских чистках, там, чуть ли не в геноциде и так далее. И мне кажется, это мое сугубо личное субъективное мнение. Я считаю, что одним из последующих действий постоперационного периода должно стать действие по работе вот с этим армянским населением. И мне кажется, что настало время создать государственное агентство. Реальное государственное агентство, которое будет скупать имущество уезжающих армян. По рыночной цене. Мне могут возразить, что, простите, а когда нас изгоняли в 93-м году? Нас изгоняли без всякого. Вот тут мне вспоминается очень интересная карикатура, еще времен 44-гневной войны, где изображена детская ножка босая в одном направлении, 1993 год, и в обратном направлении солдатский сапог 2020-го. Тех, кого изгоняли босыми в 93-м году, вернулись в солдатских ботинках. Они вернулись взять свое. Почему? Потому что у них на это есть моральное право. Те, кто продадут свое имущество, уедут не босыми и не вернутся в солдатском сапоге. То есть у них этого не будет. И тут опять старая еврейская мудрость. Проблема, которая решается деньгами, это не проблема, а расходы. И нам лучше пойти на расходы сейчас, чтобы решить эту проблему на будущее. Да, нас будут обвинять, что могут. Но в момент, когда у нас есть доказательства того, что имущество продано, и люди уехали, вот тогда эта территория уже переходит под наш контор. Хотя я ничего не имею против того, чтобы там жили армяне. И вы помните первые мессажи, которые послал президент еще до окончания войны? Он сказал, что очень важная фраза. Нам надо учиться жить вместе вновь. Это очень сложно, потому что выросло поколение на ненависть. Эту ненависть надо преодолевать. Понимаете, кто-то сумеет, кто-то не сумеет. Но главное – желание жить вместе. Вот это готовность жить вместе в азербайджанской стороне. Нас не пугает присутствие рядом армянина. Потенциально. А для них присутствие азербайджанцев, или турка, когда-нибудь действует, как дихлопоз на таракана. Понимаете, то есть они своей ненавистью довели себя до такого тупикового состояния, что совместное проживание становится для них невозможно. И отсюда эти постулаты Варданяна рядом, но не вместе. Понимаете? Я ничего не имею против обычных рядовых граждан. У нас есть опыт жизни с ними десятилетиями. Но вот те, кто всячески муссировал эту тему, должны предстать перед судом. Я не понимаю до сих пор, почему Украина возбудила уголовное дело на того же Варданяна. В принципе, она не представляет собой какой-то серьезный фигурой. Это упырь, который разросся на вот этом тройкиландромате. И сейчас он проклинает тех, кто не обеспечил оборону в Карабахе, не построил бомбоубежищ. Ну, строил бы, когда ты был там госминистром. То есть вот все эти его проклятия бумерангом возвращаются ему самому. Но этот человек должен предстать перед азербайджанским правосудием. Если Украина включила его в список так называемых миротворцев за деятельность, направленную на подрыв национальной безопасности Украины, то у нас для этого намного больше оснований. И вот это и есть тот гной, который подлежит удалению для того, чтобы ткань стала, наконец, здоровой. Интегрировалась в общий организм азербайджана. Я думаю, так и будет. Это очень тяжелый процесс. Тут надо набраться терпения. Но до тех пор, пока мы будем стойки своей позиции, нас никто не сможет сломить. Вот для меня самым большим уроком всех этих событий трех лет, этой 44 плюс 1 дневной войны, вот является то, что я понял, что когда твоя сила права подкреплена правом силы, а право силы подкрепляется силой правом, ты можешь совершенно спокойно говорить с кем угодно. С кем угодно. Ты можешь ответить американскому госсекретарю. Ты можешь совершенно спокойно смотреть в глаза европейцам, французам. Ты прав. Свою правоту ты можешь доказать. И самым большим результатом этой войны, с моей точки зрения, должно стать изживание вот этого внутреннего комплекса в отношении армян. Мы пытаемся вымарать все армянское. Они были. Они были частью этого социума. Мы боимся говорить об армянских архитекторах. Почему? Почему турки не боятся говорить о том, что дворец Долман-Бахче проектировали Киракос и Николос-Балияны? Ну и что? От этого Долман-Бахче не перестают быть жемчужиной турецкой архитектуры. От того, что Петербург проектировали Трезине, Россия и Растрелли, Петербург не становится итальянским городом. Поэтому мы не должны перестать говорить об армянах, которые были здесь. Точно так же, как были азербайджанцы в Арионе. Понимаете? Вот эта попытка закрыть глаза, вымарать, забыть – это комплекс, от которого мы должны избавиться. Теперь нам будет легче. Да, потому что мы уже не проигравшая сторона. Но эти комплексы имеют какую-то инерцию. Вот от этой инерции надо избавляться. Знаете, поэтому тут должна произойти очень большая трансформация сознания. Вы знаете, на последние события самая интересная реакция была у Саакашвили. У грузинского экс-президента Саакашвили, который сейчас сидит в тюрьме. И он последний день той войны он охарактеризовал так. Азербайджан восстановил свой суверенитет. Армения обрела независимость от России. А вот по Грузии у него более пестимистичные выводы, но это уже тема отдельного разговора. То есть то, что происходит сейчас при всей кажущейся болезненности для армянского общества, это процесс ее излечения, процесс избавления от этого рабства. То, от чего избавились мы давно. Ой, я не думаю, что они так избавились от России и так смогли избавиться. Если они не сумеют, то они опять поставят себя в какое-то очень... Вы знаете, в армянском обществе, как мне кажется, доминирует вот эта вот концепция не столько иметь союзника, сколько иметь хозяина. То есть они хотят сменить хозяина. Они не могут выйти полностью из-под России. Это, понимаете, напоминает очень красивую картину, когда содержанка, продолжая оставаться на содержании старого возлюбленного, начинает строить глазки другому. В результате она теряет и то, и другое. Но армянск не общество, не нация. Ни в коем образом не говорю здесь о нации. Но армянскому политикуму нужно избавиться от ментальности содержанки. Понимаете, вот самое главное, что сложилось у нас, мы, может быть, не ахти какую, так сказать, с европейской точки зрения, сложившееся государство, и за 30 лет мы его не могли создать. Но мы ни на чем содержании не находимся. Мы не стоим с протянутой рукой ни перед кем. И поэтому с той же Россией мы позволяем себе строить относительно такие достойные отношения. С одной стороны, да, очень гибкая политика. Да, с другой стороны, нужен турецкий бакап. Но что еще мы смогли понять? Во-первых, мы поняли, что лучшее, что может для нас сделать Россия в любой ситуации, это не сделать ничего. То есть мы смогли ее нейтрализовать. Во-вторых, мы обрели союзников. Турция, Израиль, Пакистан. Но мы поняли одну очень важную вещь. На союзников надейся, а сам не плашай. Понимаете, то есть понятие союзник, оно не определяется весовыми категориями. Да, тебе нужен союзник, но ты должен быть нужен союзнику. Вот в сегодняшнем Азербайджане заинтересованы и Турция, и Израиль. Мы смогли их заинтересовать собой. Понимаете? И вот тут позволяет нам строить нормальный взаимоотношение, в зависимости от, так сказать, разницы весовых категориях. На союзника надейся, а сам не плашай. И еще один момент. По мере постепенного восстановления суверенитета Азербайджана уже над самим Карабахом, обязательно всплывет еще один вопрос. Помимо гуманитарных, отъезда армян, я считаю, что имущество обязательно должно выкупаться по рыночным ценам, если мы хотим эту проблему решить. Это не значит, что мы должны их заставлять, но те, кто хотят уехать, они не должны уезжать босыми. С тем, чтобы потом нас ни в чем не обвиняли. Вот ты уже когда-то за что-то заплатил, все это твое. Но там обязательно встанет вопрос о культурном наследии. И вот все эти споры между армянской, албанской церковью и так далее, опять-таки я не хочу уходить в дебри. Но при всей моей любви к истории, что, собственно, меня в свое время привело в школе и так далее, в вопросах решения политических и межэтнических проблем история абсолютно контрпродуктивна. Абсолютно. Она уводит вас от темы. Она заводит вас в дебри, где нет никакой абсолютной реперной точки, где вы всегда найдете что-то древнее, а другой найдет что-то более древнее. И это бег в сторону горизонта. История может быть объективна? Я не думаю, что какой бы она ни была, она может быть инструментальна в решении существующих проблем. Потому что мы пытаемся доказать, что это албанская церковь, армяне пытаются доказать что-то армяне. Должен быть совершенно другой подход. Любое наследие на территории Азербайджана является собственностью Азербайджана. Понимаете? Вот кто построил Айсофию? Бизантийцы. Не, не, не. История Армении скажет, что вот это армянский храм. Понимаете, наличие армянского храма на какой-либо территории абсолютно не означает, что это Армения. Понимаете? Армянские храмы, армянские монастыри могут быть и в Иране, и на территории Грузии. А в Дербенте, в центре Дербента стоит армянская церковь. У нас в Баку тоже есть армянская церковь. Но дело не в этом. Это же делается не для того, чтобы показать, а делается для того, чтобы показать свою древность. Что у вас здесь не было, здесь были наши армянские храмы, и 600 тысяч лет. Наличие храма абсолютно ни о чем не говорит. Сколько находок, скажем, связанных с Древней Грецией можно найти в современном начальноморском побережье? В Турции. Ну и что? Опять-таки вернемся к той же Айсофии. Ее построили византийцы, но сохранили турки. А кто построил башню Галата? Она же была построена в 1369 году. То есть еще турки не взяли Константинополь. Ее построили генуэзцы на отвоеванном у Византии участке земли. Построили. Ну и что? Сегодня на нее может претендовать Гену или Италия? Нет. У меня есть одна очень важная концепция, которую я хочу, пользуясь вашим эфиром, предложить на общее обсуждение. Нам нужно совершенно концептуально пересмотреть подход к культурному наследию по принципу хозяин не тот, кто построил, хозяин тот, кто сохранил. Башню Галата построили генуэзцы, но сохранили турки. И это их культурное и национальное наследие сегодня. То же самое Айсофия. Понимаете? То есть владелец не тот, кто построил, а тот, кто сохранил. И если ты это сохранил, это твое. Этнически это может быть армянское, это может быть православный храм, это может быть синагога, это может быть что угодно. Но подход, хозяин тот, кто сохранил, он не эксклюзивный. Он объединяющий. Если это на территории Азербайджана, Азербайджан несет это. Вот сейчас армяне выступают против признания пещеры Азых и Таглар частью мирового культурного наследия, потому что они вот хотят сказать, что вот это наши, из этой пещеры вышли мы. Они, может быть, вышли из пещеры, но вот пещерное сознание из них не вышло. Хотя ту же Азыхскую пещеру в 60-м году разрабатывал в блаженной памяти Мамед Али Гусейнов. И мы говорим о временах пренеандертальского периода, когда не было ни армян, ни азербайджанцев. Но Азербайджан это сохранил. И это часть азербайджанского культурного наследия. Это выше, чем этническое. Таким образом, мы включаем все храмы. Пусть они будут армянскими, но это часть нашего культурного, национального, исторического наследия. Ибо мы его сохранили. Но мы не можем признать их армянскими, если они не армянские. Этот вопрос уводит нас в сторону от проблемы. Мы должны их сохранить. А уже дальше пусть спорят ученые. И то, что те или иные армянские церкви находятся на нашей территории, абсолютно не дает никому права претендовать на это. Абсолютно. Если они действительно армянские. Пусть они даже будут армянскими. Но это территория Азербайджана. И там, где Азербайджан покажет, что я это сохраняю, это его. Сколько синагог находится на территории Кубы? У нас это вызывает какую-то реакцию? Абсолютно нет. Мы гордимся тем, что на территории Азербайджана есть место, которое называют маленьким Кавказским Иерусалимом. Вот эта инклюзивность подхода, она должна быть применена практически ко всему. Вы знаете, когда Азербайджан проявит такое отношение, то это начнет менять какую-то часть армянского общества. Потому что армянскому обществу нужно пройти очень тяжелый, но неизбежный процесс. Но здесь не совсем корректное сравнение. Евреи и Кубы не говорят, что это древняя израильская земля. Абсолютно верно. Которые, если они начнут говорить так, то у нас возникнут проблемы с евреями. Кубы. Они же это не говорят. Они же это не говорят. Они самодостаточны. Понятно. Я не признаю, что это азербайджанская земля. А здесь совершенно другое отношение армян. Понимаете, армянскому массовому сознанию нужно пройти три очень важные трансформации. Это, в первую очередь, демифологизация своей истории. Это дегеноцидизация своих нарративов. И еще деараратизация своей символики. Кстати, об этом говорил Пашинин. Потому что, понимаете, государство, символом которого является место, которое никогда этому государству не будет принадлежать, и в обозримом будущем не принадлежало, оно уже затачивает себя на агрессивные взаимоотношения со своими соседями. И вот сегодня армяне мечутся от России к Штатам, к Западу и так далее. Это все... Я думаю, что многие в армянском обществе это понимают. И эти голоса уже слышатся у многих армянских политологов. Они говорят, что все это... Они решат проблему. До тех пор, пока Армения не найдет языка со своими соседями. Любое государство может существовать в безопасности только тогда, когда у него нет проблем со своими соседями. Вот пока Армения не найдет языка с нами и с Турцией, а на нас в Турции приходится почти 90% границ, плюс еще это 44 километра границ с Ираном. Это же, в принципе, тоже тюрко-населенная граница. Это иранский Азербайджан. То есть пока армяне не сумеют найти язык со своими соседями, они будут обрекать себя научить с одерранки. Они всегда будут искать кого-то со стороны, чтобы кто-то пришел и защитил их от их соседей. А кому это нужно? Ну, пока нужно. Нет. Понимаете, тут все эти спекуляции типа островок христианства в враждебном мусульманском окружении смешно. Нет, дело в геополитике, дело не в христианском факторе. Нет, и в христианском факторе. Вы знаете, в христианском факторе нет. И просто у нас должен быть контраргумент на это. Вот если мы говорим об островке христианства, в мусульманском окружении, реальном, этим островком является Грузия, в которой гораздо более длительная история государственности, чем Армения. Вы знаете, Грузия окружена с севера Дагестана и Чечнёю, это уже ваххабиты, с запада Турция, суниты, с востока мы шииты, Иран тоже не так далеко. И с кем из своих мусульманских соседей сегодня имеют проблемы грузины? Не с кем. Они имеют проблемы с Россией, которая отжала два их региона, Абхазия и Схимбальский регион. То есть, проблемы Грузии не с её мусульманскими соседями. Понимаете, вот это наглядный пример того, как островок христианства может существовать в мусульманском окружении. Вы скажете, было ли всегда у них всё благостно? Нет. И Тифлис разрушался во времена Шахабаса, и грузинские цари ходили куда-то походами и так далее. То есть, было всякое. В истории всегда проблемы возникают со своими соседями. Исторически нет нации, которая не конфликтовала бы со своими соседями. Но есть нации, которые сумели эти конфликты переступить, оставить их в прошлом и смотреть в будущее. Вот Грузия это умеет делать. У неё проблемы, с Россией. Вот это же самое должно произойти с армянами. Это неизбежно произойдёт рано или поздно. И это в этом в первую очередь заинтересованы сами армяне. Те из них, кто понимают, что нельзя находиться на содержании у кого-то. Мало кто из них это пока понимает. Пока меньшинство. Ну, но во всяком случае эти голоса раздаются. И наша позиция в отношении должна быть таковой. Мы должны, наконец, как-то освоить совершенно другую линию поведения. манеру победителя. Великодушие это то, что может позволить себе победитель. У меня вспоминается очень интересный эпизод с имамом Шамилем, который воевал тридцать, ни шлем нет, плед против России. который в конечном итоге был сломлен. Россия взяла Кавказ не столько силой русского ручья, хотя это тоже было. Они взяли его двумя способами. Два очень интересных инструмента. Одним из которых являлся топор, а другим рубль. То есть, аместник Воронцов начинает вырубать непроходимые чкирийские леса и тем самым не оставляет ареала для сопротивления. А генерал Борятинский после Крымской войны просто скупает Кавказ. Когда Россия главу нужна уступить Крым, а Европа закрыла глаза на Кавказ, 20% государственного бюджета России направляется на Кавказ. 20%! Это была такая, понимаете, дыра, в которую уходили казенные миллионы. Но это начинает давать результаты. В конечном итоге все это переломило Шамиле. И когда в 1859 году в Аулигу Нибом пошел сдаваться генералу Борятинскому, он просто пришел и сказал, что 30 лет я воевал с Россией, но народы мои от меня отступились. Я стар, я устал. Управляйте краем, если сможете. И все, он был готов к тому, что его сейчас закуют в кандал и что его постигнет судьба пленника. Он сдавал себя на милость победителя. Как себя Павел Борятинский. Я нисколько не говорю, что он был каким-то там гением и так далее. Он снял себя шубу и набросил на старого человека. Холодно. Загрейся. Вот так. Это был первый удар. Затем Шамиля отвозят навстречу старым, которая произошла под Харьковом в Чугуеве. У него даже не отобрали кинжала. И он стоял перед Александром II, с которым он воевал всю свою жизнь. На расстоянии меньше, чем между ноевами. У него был кинжал, он мог запросто его ударить. Собственно, так и погибнет Александр II в 1881 году, когда первая бомба не достигнет цели. И он выйдет навстречу бомбисту, который бросал в него бомбу, и скажет, хорош друг. И в это время другой бомбист перебежит по замерзшему льду и бросит в него вторую бомбу. Там, где сейчас находится храм Аспаса на крови. Вторая бомба. Вот это вот умение Александра I идти навстречу смерти, в конечном итоге с ним сыграет очень злую шутку. Но в случае с Шамилем он подошел к нему и сказал, что я знаю, что ты раскаиваться не будешь. Я от тебя этого и не требую. Ты мой гость, и я тебя устрою. И вот все. Шамил был сломлен российской военной машиной рублем и топором. Но Шамиль был покорен великодушием российского царя. А великодушие может себе позволить только победитель. Понимаете, вот именно это великодушие приводит не к военной победе, а к возможности наладить диалог на тех условиях, на которых ты хочешь. И по прошествии стольких лет Шамиль скажет, что хотел бы родиться вновь, чтобы служить белому царю. И один из его сыновей, Магомед Шефис, сделает себе блестящую карьеру в российской армии. Я абсолютно не радую за какую-то пророссийскую ориентацию. Я привожу это как пример. Великодушие это роскошь, которая может себе позволить победитель. Вот мы должны ощутить себя победителями. И тогда наша адженда пройдет намного более гладко. И тогда у всех наших недоброжелателей будет намного меньше аргументов в отношении нас. Это может сейчас выглядеть все идеалистично, но это мое видение того, что происходит. Фонд, история же циклична? Не знаю. Возможно. Ну, как историк. Я не историк. Абсолютно. Я не считаю себя историком. Я не лезу в эти философские дебри. Знаете, в какой-то момент я понял, что история может быть настолько же контрпродуктивной, как и продуктивной. Я объясню, почему я спрашиваю. Может ли быть такое, что лет через 50, 70, 100 мы опять столкнемся с тем, что такое армянская агрессия, опять вот эти все геноцидальные, миоцумовские вопросы. Или же, если мы сейчас правильно закроем этот вопрос, он не откроется больше никогда. Ну, сложно говорить. Never say never. Никогда не говори никогда. Но я считаю, что решение карабахского вопроса, особенно в нынешнем виде, в нынешней форме, это удивительный, но в самом деле на постсоветском пространстве, прецедент решения вопроса сепаратизма. И Азербайджан был первым местом, где эта чума вспыхнула, и Азербайджан становится первым местом, который пытается эту проблему купировать. Вначале химиотерапия 44-го дневной войны, затем вскрытие нарыва в течение суток. А вот сейчас мы этот путь проходим, и знаете, я думаю, что мы, как говорят по-английски, set the stage, то есть мы создаем прецедент, которому при благоприятном раскладе событий последует и Украина, последует Грузия, последует Молдова. Да, нам приходится в этом плане быть первопроходцами, но мы меняем парадигму. Это очень интересно, это очень важно. В мире очень мало мест, где вот эти вот сепаратистские движения реально купировались и гасились, это все приводило к каким-то серьезным проблемам. А вот мы пытаемся эту проблему сейчас решить, и это будет нелегким процессом, но это очень хороший прецедент на будущее. Понимаете, это оздоровление всего региона. И вы знаете, по большому счету, это нужно Армении, чуть не меньше, чем нам. Поэтому, может быть, что угодно про Пашиняна, но то, что он не вступил в войну, это стратегически верный шаг. И, кстати, наш президент нашел себе, не только не нашел, он объективно назвал вещи своими именами, он это оценил. Он может, так сказать, когда противоположная сторона делает что-то правильное, совершенно не нужно бояться об этом говорить. Понимаете? Я думаю, что это ничуть не менее важно, потому что для Армении Карабах это чем нам без ручки. Это то, что тянет ее государственность в никуда, потому что объективно за 30 лет, когда де-факто они владели Карабахом, они не смогли сделать это счастье Армении. Поэтому, если Армения хочет сохранить себя как государство, она должна избавиться от этого совершенно ненужного ей, так сказать, довеска, потому что он будет постоянно тянуть ее на дно. И вот сейчас происходят очень важные события, как для нас, так и для Армении. Они могут быть очень болезненными, страшно болезненными, но любая операция это боль. Ей нужно избавляться от своей вымышленной, мифической, ненастоящей истории. Я же говорю, что основа оздоровления армянской идеологии является демифологизация. А она сможет это сделать сама по себе? Или нам надо помочь? И сможем ли мы помочь? И как в этом помочь? Вы знаете, все бредовые идеи, начиная от идеи национал-социализма, фашизма и так далее, они же так просто не уходили из ментальности людей. То есть это все выбивалось. Вот если бы не было вот этого жесточайшего поражения во Второй мировой войне, я не думаю, что немцы смогли бы избавиться от этой бредовой идеи своего превосходства. Но они смогли это сделать. И вот то, казалось бы, разгромное, жуткое поражение Германии, повлекшее за собой еще ее расчленение, но правильно оцененное общество помогло Германии оздоровиться. И по прошествии 50 лет, что для истории это небольшой срок, объединиться на совершенно новой основе. Понимаете, если это произошло с немцами, я думаю, это может произойти и с другими относами тоже. И я абсолютно уверен, что в том же армянском обществе есть нормальные, здоровые, адекватные силы. Ведь если убрать все превходящие факторы, и вы, и я можем спокойно сидеть и разговаривать с армянином нашего возраста, нашего, так сказать, уровня и так далее, тут нет абсолютно ничего предосудительного, и у нас намного больше того, что нас объединяет, нежели разъединяет исторически, кухня, музыка, менталитет, бизнес. Да, они будут кричать о том, что долма это их национальное блюдо, при этом не задаваться вопросом, почему у армянского национального блюда долма, тюркское название, но в результате и они, и мы, долму готовят и кушают. То же самое с музыкой. Опять-таки, историю вводят на сторону, но на сегодняшний день армянина пробивает муган, понимаете, эта музыка ему близка. Они называют это армянский муган. Они могут называть его как угодно. Но они не вылечатся, если они не признают, что вся их история, это все их вот эти вот поползнования поползнования. Да, нужно пройти процесс демифологизации как пройти? Через поражение. Путь к оздоровлению лежит через поражение. Вот они проиграли три года назад, но пока они даже быстро не разрезали. А в том-то дело, что они до конца... Есть такой политолог Вадим Дубнов. Он такой старается быть нейтральным, иногда его заносит немножко в армянскую, но вы знаете, Владимир сопотребил очень интересную фразу, что все эти три года между 44-гневной войной и совсем недавними событиями это был период отсроченной капитуляции. Капитуляцию как ни отсрочивая, ее нельзя отсрочить. То есть, есть что-то неизбежное. Вот этот вот вскрытый нами нарыв гнойный, он привел к тому, что должно случиться то, что должно случиться. И вы знаете, вот ни у кого из исследователей, политологов и, так сказать, симпатизирующих, разработенных, и не испытывающих особых симпатизирований, не было одного сомнения в одном. Они все это ожидали. То есть, никто не сказал, что это было неожиданно. И то, что мы смогли это провести за один день и сделали это с хирургической практически точностью, это большая нам честь. Но я надеюсь, что пролившаяся кровь, неважно, армянская, азербайджанская или даже миротворческая, мне бы хотелось, чтобы это было последней кровью. Вы верите, что мы с вами увидим, как армяне спокойно будут жить в Баку, а азербайджанцы будут жить в Ереване? Мы увидим? Три года назад вы могли представить себе, что вы сможете поехать в Шушу? Хороший вопрос. Не знаю. Но и представить, что я никогда не смогу поехать. Сегодня это реальность. Но я представить, что я никогда не смогу поехать. Это абстрактно. Три года назад большинство наших с вами соотечественников не могли представить того, что стало реальностью сегодня. Вот если исходить из этого, то, возможно, через 2-3 года произойдет то, что сейчас нам кажется нереальным. Но если мы правильно поведем себя, если мы будем соблюдать этот баланс силы права с правом силы, и не будет диссонанса между этим, то, поверьте мне, то, что сейчас кажется нам нереальным, через 2-3 года может оказаться реальностью, как сегодняшняя поездка любого из нас в Шушу или Лачин. Понимаете? Так что в этом плане я все-таки более оптимист, чем пессимист. Хотя надо оставаться реалистом. Вы сказали, что я не историк. А кто? Я всегда работал на стыке жанров. Меня спасало то, что я был лучшим историком среди экскурсоводов и лучшим экскурсоводом среди историков. Понимаете, я работаю между жанрами, так легче. Тогда чаще представляете себя как экскурсовод? Нет. Я исследователь. Исследователь. Не более того. Не более того. Как исследователь вы вводите экскурсии? Ну, да. Это одна из форм, так сказать, проявления исследования. Это могут быть лекции, это могут быть фильмы. То есть исследователь это более такой overarching концепт. Это на сегодня ваше единственное главное занятие или нет? Ну, плюс еще переводы. Синхронные переводы. Синхронные переводы. А, синхронные. Ну, так что я работаю на стыке разных стран. Сколько лет вы вводите экскурсии? Ну, более 30 лет практически с того периода, когда я пришел в школу и провел этот жестокий эксперимент над детьми. Это же и иностранцы и местные. Знаете, у меня, когда уже экскурсии стали как бы коммерциализироваться, стали источником дохода, то у моей основной аудитории были иностранцы. Это было очень долго. Знаете, у меня не было даже навыка введения экскурсии на русском языке. То есть, я настолько насобачился, что называется, вести по-английски, что я даже не представлял, что я буду вести эти экскурсии по-русски. Мне сейчас казалось, что у меня просто нет аудитории русскоязычной. Но все оказалось не так уже плохо. Появился Фейсбук, которым я до сих пор не владею, но появились две умные девушки, которые по Фейсбуку стали собирать мне местную аудиторию. И вдруг я раскололил себе совершенно новый пласт. Увидел, что у нас есть огромное количество людей, которые, во-первых, этим интересуются и которые могут позволить себе за это заплатить. И у меня произошел такой переход от английских экскурсий к русскоязычным. Это расширило мою аудиторию. Сейчас какое соотношение? Ой, процентов 80 на русском и 15-20 процентов на английском. У меня совершенно изменилась аудитория, то есть местная и не только местная, русскоязычная аудитория, она более интересна, потому что, знаете, как бы я не старался по-английски, я Маяковского не почитаю, Есенина тоже и Городницкого тоже. Знаете, аудитория, с которой я могу читать стихи, она мне намного ближе. Знаете, вот пройдя по спирали, вот движение по спирали вверх, я начал с детей, потом у меня были иностранцы, экспаты, потом у меня появилась местная аудитория, потом русскоязычная аудитория, вот пройдя вот этот круг по спирали, я вернулся в школу. У меня очень часто сейчас моя аудитория является школьник, то есть именно именно та самая аудитория, с которой я тогда в 90-е годы начинал, то есть вот пройдя по спирали, вышел на эту же аудиторию, но на совершенно другом уровне, чем в 90-е годы. Как менялась местная аудитория за это время? Иностранцев не спрашиваю, но как поменялись люди, которые интересуются, приходят к вам на экскурсии? Я не отслеживал изменения в моей аудитории, я не пытаюсь проводить таких исследований. У меня очень хорошее отношение с моей аудиторией, я люблю свою аудиторию. Я принимаю ее такой, какая она есть, а когда ты принимаешь аудиторию такой, какая она есть, ты не задумываешься о том, меняется она или нет. Если она с тобой в контакте, все это то, что мне нужно. Это как любимая женщина. Даже если она меняется, вы не замечаете того, как она меняется до тех пор, пока вы ее любите. Вот я люблю свою аудиторию, и она мне платит тем же. И вы продолжаете с удовольствием водить экскурс? Пока да. Пока да. Хотя, знаете, я вообще не считаю себя экскурсоводом, а экскурсия это скорее перформанс, театр. Просто подвижная сцена, мобильная аудитория, меняющиеся декорации и один выступающий. Вот у меня восприятие экскурсии как перформанс. Я не считаю себя экскурсоводом. Я даже честно скажу, я не очень люблю профессию экскурсовода, я не называю себя экскурсоводом. Когда я бываю за границей, я не пользуюсь услугами экскурсоводов. То, что меня интересует, вот я нахожу об этом информацию в интернете, может быть, это некрасиво, неколлегиально, но я не пользуюсь услугами, казалось бы, своих коллег за рубежом. Поэтому свои экскурсии я больше воспринимаю как эдакой перформанс. И пока на меня ходит публика, она мне люба. Означает ли это, что рано или поздно мы увидим вас в театре? Не думаю. Не думаю. Но мне надо искать какие-то другие формы, потому что с годами я уже чисто физически не осиливаю держать экскурсии. Потому что, когда делать что-то одно и то же, одно и то же, начинает надоедать, нужно искать какой-то новый формат. Может быть, когда-то мне удастся открыть какой-то свой канал. Мне об этом многие сейчас говорят, но поскольку я очень плохо дружу с технологиями, мне это немножко сложно сделать. Но должен прийти в этот момент, когда я что-то упрусь, и мне надо будет это делать. Это, кстати, хорошая идея. Свой YouTube-канал. Может быть. Пока это так, на уровне какой-то идеи, ну, может реализоваться. Не знаю. Но я уже чувствую потребность выйти на какую-то другую форму общения. У меня, например, лекции сейчас становятся больше, чем экскурсии. А передачи, фильмы, это следующий, так сказать, уровень. То есть тематика одна и та же, контент где-то один и тот же. Вот формат его преподнесения меняется. Посмотрим. Спасибо, Фадмин. Благодарю вас. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok